Всем привет! В эфире УниверНьюфс, а в студии Камила Хайрулина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ вспоминает академика Камиля Ахмедовича Валиева. В IT-лицей КФУ проходят Олимпиады по информатике. Сперт научит смартфоны выявлять ковид. 15 января исполняется 90 лет со дня рождения известного советского и российского физика, академика, одного из основателей отечественной микроэлектроники, выпускника и почетного доктора Казанского университета Камиля Ахмедовича Валиева. К этой даче приурочено сразу два значимых события. Подробнее в нашем следующем сюжете. Одно из самых удивительных и важных инженерных открытий в истории человечества – полупроводниковые интегральные микросхемы, то есть микрочипы. Первым предприятием по разработке микрочипа в нашей стране в 1965 году стал научно-исследовательский центр молекулярной электроники. Его руководителем был назначен доктор физико-математических наук Камиль Валиев. Под его руководством была создана вся микроэлектронная промышленность страны. 15 января ректор Казанского университета Эльшат Гафуров открыл Всероссийско-научную практическую конференцию «Лучшие практики общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам». Конференция прошла в Елабуге, в Доме научной коллаборации, и была посвящена выпускнику Казанского университета Камилю Ахмедовичу Валиеву. «Значимость повсеместно признанных фундаментальных работ этого ученого поистине трудно переоценить. Чем больше времени уходит в историю, тем большее значение имеют его труды». В тот же день на фасаде здания Института психологии и образования состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски. В мероприятии принимали участие президент Академии наук Республики Татарстан Мигзюм Салахов, первый заместитель Министерства образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов, и заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Казанского научного центра Российской Академии наук Алексей Калачев, а также видные ученые и общественные деятели. «Сегодня, в день юбилея, мы открыли и научно-практическую конференцию, причем с достаточно большим охватом. Это не только площадка нашего университета, не только площадка институтов РАН, но и школы, названные его именем, это и дома научной коллаборации, которые порядка 30 открыты на территории всей нашей большой страны». Камиль Ахмедович выделялся сразу, он был ученым, он уже в 32 года, если защитил докторскую диссертацию в советское время, это очень выдающийся успех. И уже он во время учебы, фактически в аспирантуре, были такие высокого уровня работы, которые его именем назвали эффекты во всем мире. В завершении мероприятия гости и желающие возложили цветы к мемориальной доске выдающегося академика. С 15 по 19 января в Казани проходит региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по информатике. Всего в Олимпиаде участвуют 225 школьников седьмого по одиннадцатый класс. Подробнее вы узнаете в нашем следующем сюжете. 15 января в IT-лицее Казанского федерального университета прошло торжественное открытие регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по информатике. В ней принимают участие 225 победителей муниципальных этапов Олимпиады. Среди них 47 представителей IT-лицея. В рамках открытия с приветственным словом выступил директор IT-лицея Ильдар Мухаммед. Наша команда постаралась сделать все, чтобы Олимпиада, ребята, прошла в комфортных условиях. Это и педагоги, и члены жюри, и команда лицеистов. Я им всем благодарен. Удачи вам, победы на Олимпиаде. Вы наше будущее. Дай Бог, чтобы спроигрывал в борьбе, победил сильнейший. Напоминаем, Всероссийская Олимпиада школьников по информатике. Это ежегодное соревнование по информатике для учащихся седьмых-одиннадцатых классов. Основой Олимпиады является программирование. Это традиционное мероприятие, которое происходит ежегодно. Олимпиады имеет три этапа. Первый этап муниципальный, в рамках которого на муниципальном уровне, муниципальных районах городов Республики Тарстан проводится отбор лучших школьников по предмету информатика. Далее проходит региональный этап, на котором мы с вами присутствуем, и, собственно, победители этого этапа. Далее они поедут на федеральный этап, и там будет этот этап считаться финальным. И, собственно, после этого они, победители, смогут гордо получить имя победителей финального федерального этапа Олимпиады школьников. Региональный этап Олимпиады проводится во всех субъектах Российской Федерации практически одновременно, чтобы исключить возможность утечки олимпиадных заданий. На Олимпиаде по информатике мы решаем задачи, связанные с быстрыми вычислениями различных, довольно необычных, в плане того, что они требуют непростого подхода реализации, они требуют подумать вне рамок. Олимпиада по информатике пройдет два тура, после чего будет произведен разбор заданий и выявлены победители регионального этапа. Закрытие Олимпиады и торжественное вручение дипломов состоится 19 января в IT-лицее Казанского Федерального Университета. Диана Латышева, Радик Загидурин, Виолетта Басова, Универньюз. 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции. В первую очередь сделать прививку рекомендуют людям из группы риска, пожилым и страдающим хроническими заболеваниями. Вместе с тем вопрос диагностики коронавируса все еще стоит остро. Коронавирус – проблема, которая затронула абсолютно все сферы жизни для большинства людей. На сегодняшний день есть два подхода к сдаче анализа на ковид. Первый – мазок ПЦР. Метод, который зарегомендовал себя годами и имеет высокую точность, а также довольно быстрый срок определения вируса. Результат бывает готов уже на следующий день. Другой подход касается анализа крови на наличие антител. Скорость в среднем составляет 1-3 дня, и при этом выявляются маркеры ковида двух типов. Первый говорит о ранее перенесенной инфекции, второй – о наличии инфекционного процесса в организме. В эпоху цифровизации мимо искусственного интеллекта не могла пройти столь интересная тема, как диагностика коронавируса. Одним из первых в России о приложении для определения ковида заявил СБЕР. Работа с приложением максимально проста. Сперва необходимо пройти короткий тест с ответами на вопросы, затем записать свой голос и покашлять в микрофон телефона. Алгоритмы, работающие на машинном обучении, подскажут вероятность заражения коронавирусом. Максимально утрированно схема выглядит так. Ваш голос и кашель сравниваются с пектрограммой людей, проходящих лечение от коронавируса в больницах. Если нейросеть решает, что ваша запись слишком похожа на эти, то выдаст предупреждение. При этом медицинские работники относятся с долей скепсиса к разработке. Дело в том, что вирус размножается в организме человека несколько дней, прежде чем появятся первые симптомы. В среднем, скажем так, 5 дней. И генетический тест позволяет его идентифицировать уже через 3 дня после начала заболевания, начала инфекционного процесса. На этом этапе у человека действительно нет никаких симптомов. Голос не меняется, он чувствует себя великолепно. И такие приложения будут бессильны для диагностики коронавирусной инфекции. Вообще, идея разработки подобных приложений не нова. Так, в США еще в марте 2020-го придумали чат-бота Клару, который задавал вопросы пользователю и на основании ответов говорил о вероятности заражения коронавирусом. Подобные исследования ведутся и в Казанском университете. В Казанском университете на самом деле ведутся такие исследования. Вот от Центра цифровых трансформаций под руководством Дмитрия Евгеньевича Чекрина, например, они разрабатывают собственные приложения, которые также позволяют, например, диагностировать заболевания и состояние работников на разных производствах по дыханию, по шумам во время дыхания, ну и по разным опросникам. То есть этот подход не является уникальным для Сбербанка, и в Казанском университете проводятся и собственные исследования в этом направлении. В рамках подготовки сюжета мы пообщались с пациентом, который проходит лечение от коронавируса на дому. Он нам рассказал о своих первых симптомах. Носите маски, укрепляйте иммунитет и при первых признаках ОРВИ оставайтесь дома. Александр Фирсов, Виолетта Басова, Радик Загедулин, Универньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok